Рабочая рука В 1978 году в маленьком кавказском селе Коби родилась девочка без рук. Отец девочки испугался трудностей и бросил мать с неполноценным чадом разбираться с этими проблемами самостоятельно. Врачи и родственники советовали оставить ребенка в роддоме, но мама не бросила безрукое дитя и взялась растить из дочки Сакинат сильную девочку. Сакинат еще с самого детства научилась достойно отвечать на любые обиды, быть самостоятельной и принимать себя такой, какая есть. Именно такое увидела племянницу родная тетя Зухра, которая забрала 13-летнюю девочку к себе, когда мама Сакинат умерла. Попав в новый дом, наша героиня не собиралась становиться ни для кого обузой и изо всех сил старалась помогать родственнице во всем. К тому моменту Сакинат уже приноровилась делать ногами все то, что мы с вами делаем с помощью рук. Девушка ухаживала не только за собой, но и за двоюродными братьями и сестрами. У тети, к слову, было еще пятеро детей. Сакинат готовила еду, прибиралась, в общем, вела все по домашнему хозяйству. А когда девушке стукнуло 18, она решила, что готова к самостоятельной жизни и переехала в Махачкалу. Девушке удалось наладить не только рутину, но и личную жизнь. В 21 год Сакинат вышла замуж, а через полгода узнала, что беременна. Но, видимо, отношения с проблемными мужчинами в этой семье передаются по наследству. Муж нашей героини, узнав о беременности супруги, испугался, что ребенок родится неполноценным и настаивал на аборте. Но Сакинат пожертвовала браком и сохранила ребенка. Мальчик родился абсолютно здоровым, с руками и ногами. Перед девушкой стоял только один вопрос. Как ухаживать за малышом, если она даже на руки его взять не может? Сакинат, как и ее мать, когда-то уговаривали оставить мальчика в приюте. И не обременять свою и без того непростую жизнь детем. К такому шагу молодая мама была не готова. Девушка решила отдать новорожденного сына в дом ребенка, чтобы обеспечить должный уход. И каждый день навещала сына. Так прошло пять лет. Как только Сакинат поняла, что готова позаботиться о сыне, а тот, в свою очередь, стал немного самостоятельным, сразу забрала его к себе. Спустя 11 лет Сакинат познакомилась со своим вторым супругом. Мужчина оказался младшей нашей героини на 10 лет. Тем не менее, брак стал более чем удачным. Через год после свадьбы у нашей пары родилась девочка. Такая же абсолютно здоровая. Через полгода после рождения второго ребенка Сакинат дала интервью одной из местных газет. Тут и заметил ее тренер по паре Тэквондо. Мужчина увидел на фото девушку, которая легко держит телефонную трубку ногой, небрежно улыбаясь, и понял, вот кто ему нужен. Так Сакинат получила приглашение проявить себя в этом спорте. Несмотря на возраст, Сакинат было уже 32 года, безрукая дагестанка всецело отдалась новому увлечению. И уже через три месяца поехала на чемпионат Европы. В последующие семь лет женщина достигала невероятных успехов в паре Тэквондо. Но и в спорте девушке не все давалось гладко. Так, прям перед чемпионатом мира Сакинат повредила связки на ноге. Как выступать, непонятно. Рук нет, а одна нога почти не функционирует. Но отказываться от шанса на победу, как вы заметили, не в правилах нашей героини. Во время выступления тренер девушки переживал о том, как бы спортсменка не упала. А Сакинат тем временем спокойно и методично разносила соперницу в пух и прах. Техника и упорство сделали свое дело. Сегодня Сакинат Магомедова – многократная чемпионка России, Европы и мира. Ныне стойкая спортсменка-инвалид водит машину без рук, помогает развивать боевые искусства, занимается бизнесом. Девушка заведует собственным ателье-салоном, магазином одежды и парфюмерии. Друзья, посмотрите на свои конечности. Если у вас хотя бы их две, значит вы точно можете не хуже, чем Сакинат. Становитесь чемпионами, растите детей и занимайтесь любимым делом. Ну и подписывайтесь на канал, ведь мотивации, как известно, много не бывает.